Маме так хотелось. Об этом хорошо показывает работа. Что же у вас получилось в результате? Я очень доволен, но есть о чем поговорить. Свет, у вас, пожалуй, самая умная работа, разобрались капитальные. Кстати, единственный человек, который правильный ответ на восьмой вопрос задал, где была задача, Володя, Володя, неплохо. Но вот с МИОЗом, конечно, есть у нас вопрос такой еще. Тело сложное, сразу, с КОБУ, не разобраться было сложно. Но если хотите, чтобы у вас получалась генетика нормальная, моя рекомендация, еще раз по записям повторите все. Тогда с генетикой все будет нормально. Ваше дело, МИОЗ мы не поняли. Задача к МИОЗу держите полный голос. Все остальное вообще без вопросов, со всем остальным разобрались. А вот с МИОЗом разберитесь. С МИОЗом у вас проблем нет. Но у МИОЗ реально очень накрученная система. И здесь редко кому удается прямо с первого раза вообще разобраться. Миша неплохо, Георгий очень неплохо. На последний вопрос у вас просто не хватило времени. Вот просто работает немножко медленнее, чем остальное. Если бы я дал еще минут пять, я думаю, вы на последний вопрос ответите. Оля, МИОЗа, МИОЗа, МИОЗа. А какое именно это было? В данном случае вы проигрываете вот начало. Вы не делаете записи в принципе одно. У вас очень неплохая глава, потому что вы работали, разумеется, без всякого заглядывания в тетради и за полное отсутствие этой тетради. Вы не имеете в тетради. Дальше вам саму решить. Или дальше гордиться. И я такой крутой, я прям без всяких записей все сделаю, все сумею. Или все-таки подумать о качестве знаний, которые вы получаете. Для того, чтобы иметь качественное знание, нужны конспекты. Надо записывать. И конспекты время от времени возвращаться в дом, просматривать, вспоминать, тренироваться. И вот тогда все будет по-настоящему качественным. Смотрите, вам самим выбирать. Может быть, для вас самое главное, ну, я не знаю, показать, что вы крутой. Позже не знание, а вот такая демонстрация. Память у вас очень неплохая, судя по тому, сколько вы удерживаете с самого начала. Но помогать надо своей памяти. Помогать. Вот тогда результат будет по-настоящему хорошим. Порой, Коля, примерно такая же ситуация. То же самое с миозом не разобрались. С миозом проблем нет. Может, еще раз миоз проиграл? Еще раз миоз давайте. Игорь, вы не только с миозом не поняли, но и митос на половине у вас как-то висит в окне объекта. Тема оказалась для вас либо не очень интересная, либо слишком сложная и запутанная. Еще раз говорю, само посидение линии хитра может быть не настолько и важно. Но без этого нельзя по ней кинуть. Еще раз поздравляю. Это уже на юзу. Матвей. Ну, Матвей, ну, удивительно. Поскольку вы последние занятия совершенно шалопайничаете и просто ничего не делаете. Ну, и результат у вас один из самых плохих. Хуже вас только ангелина и лиза. От наших занятий почти. Подумайте внимательно, нужно ли вам здесь проводить это. Ну, потому что результат где-то рядом с нулой у вас. Если вы рассчитываете на свою голову, учтите, ваших мозгов не хватает для того, чтобы материал к этой степени сложности прокручивать с головой. А тренироваться регулярно, работать вы не желаете. Учтите, что в этом режиме у вас будет рядом с нулой у вас. Не только в голове, практически везде. А там кто-то скажет, что легко получать кодеку из данной олимпиады. Так легко до определенного предела. А дальше окажется, что вы не нашли способность. По одной простой причине. Не умеете работать. Способности мозгов хватает всегда до определенного предела. А дальше рост. Только за счет того, что человек учится работать. Выбирайте себе себя, чтобы обрабатывать. В мае средний результат я ждал получше. Удивительно, что вы некоторые вещи с методом не получили. С мьезом в чем-то разобрались, в чем-то нет. Ну а вот с методом можно было бы разобраться окончательно. Он не настолько и сложен. А к тем он уехал. Учтите, что в отличие от занятий в школе, у нас здесь другая цель. Как в школе обычно проверяют, умеют решать задачи, значит разобрались. Не умеют решать задачи, значит не разобрались. По идее, это шанс. Но у нас, в наших занятиях, задача не вынести вас всех на рабочий уровень. На уровень, когда вы могли решать сложные задачи на заданную тему. Ну вот только единицы на этот уровень выйдут, в частности, вот из нашей группы, у кого есть шансы на этот уровень выйдут. У вас тоже. У вас, Володя, отчасти не очень приятно, что у вас тоже стало получаться. Гош, вы как долго будете еще? До конца полосу. А, до конца полосу, но у вас тоже есть шанс. Вы не можете недоименеть остальных работаете, но шанс вас полный. Остальное, ребят, не расстраивайтесь, вы тут же решаете очень важную задачу. Ну, те, кто работает. В чем эта задача заключается? Хорошо, вы не вышли на уровень решения сложных практических задач, но вы создали для себя игровой поле. Ну, грубо говоря, можно ли играть в шахматы, если у вас нет доски, и вы не знаете правила хода? Это просто первое условие для игры. Надо знать, какие фигуры, надо понимать, что такое шахматная доска, и надо знать правила хода. Вот дальше уже можно разыгрывать шахматные тюбы, разбираться с тем, на какие разные комбинации можно поделить партию и так далее. Так вот, те, которые не вышли на уровень решения сложных задач, вы создали для себя все равно бэкграунд, игровую площадку, на которой в следующий раз можно будет уже более-менее усвоить основные понятия. Понятия о креточном отмене, понятия о белках, понятия о ДНК, понятия о ферментах, понятия о свойствах креточной мембраны. Вот если на общем уровне у вас это есть, то со следующего захода вам будет намного проще разбираться уже с конкретными сложными процессами. На самом деле, в качестве основной задачи курса здесь, на Крымской школе, я ставил именно такую задачу. Не детальный, однако, не детальный разбор, а создание надежного крепкого бэкграунда, опоры, основы для построения дальнейшего знания.